Решить проблему помогли недавно построенный сад в Азовском микрорайоне станицы Павловской и реконструированный в Заречном. Так почти 200 малышей открыли двери красивых и современных зданий. В них созданы все условия для комфортного и безопасного пребывания дошколят. Очередь остается еще в станице Новолеушковской, отметил глава района, но и там в ближайшее время ее ликвидируют. В детском саду появится блок-пристройка. Вопрос дошкольного образования стратегически и решать его нужно не только быстро, но и качественно, заявил Александр Ткачев. Кроме того, нужно обратить внимание на строительство и ремонт спортивных объектов. Это залог здорового воспитания кубанских детей. В развитии социальной сферы, конечно, детские сады, ремонт образовательных учреждений и, конечно, создание спортивной базы. Она есть в районе, но, тем не менее, плавательного бассейна в районе пока нет. У нас практически уже в третьей части муниципального образования сегодня имеют и, естественно, занимаются, особенно молодежь, дети. Поэтому я думаю, что в ближайший год-два мы сможем уделить этому вниманию и поддержать условия социальности и строительства подобных объектов. Александр Ткачев, мы сделали проконсменную документацию уже на бассейн. Мы приняли с депутатами совместное решение, что в первую очередь бассейн, потому что плавание всегда разрывается. Для всех возрастов. Что касается стадиона, конструкции, он находится в таком хорошем месте. Тоже мы сделали проект на смертную документацию. Деньги на бюджете зарезервированы на софинансирование этого проекта. Вы абсолютно правы, он в центре станицы, он огорожен. Раньше это был самый посещаемый сельский стадион на Кубани. И хотелось, конечно, чтобы спорт у нас развивался. Ежегодно Павловский район занимает лидирующие позиции в сельском хозяйстве. Подсолнечник, свекла, кукуруза – основа растений и водства муниципалитета. Сейчас полным ходом на полях района идет уборка озимой пшеницы. В планах у аграриев собрать урожай минимум 65 сантиметров с гектара. Кроме того, в Павловском районе успешно развивается животноводство. На предприятиях выращивают свиней, птиц и коров. Суточный надой молока – более 200 тонн. Это один из самых высоких показателей по краю. Район сельскохозяйственный и экономика его состоит из главной составляющей. Производство, переработка. Проинформируйте меня. У нас 11 крупных коллективных хозяйств, больше 300 фермерских, почти 100 предприятий малых форм, занимающихся сельским хозяйством. В прошлом году показали неплохую динамику по росту и по урожайности, и по зерновым, и по свекле. С хорошими шагами идем, будем так говорить, по животноводству. Знаете, у нас свиноводство почти 40 тысяч голов научились в условиях борьбы с африканской чумой свиней. На протяжении целого ряда лет мы идем с плюсом по поголовью КРС, у нас почти 25 тысяч голов. По переработке все предприятия нашего района работает с большим плюсом. В прошлый год меньше 20% роста не было ни у кого. Отдельно на встрече говорили о бюджете района. В этом году копилка муниципалитета увеличилась на 7%, отметил Алексей Мельников. Он также доложил губернатору о благоустройстве территории и поделился планами на будущее. В перспективе у районной администрации заключить договор на сочинском форуме с российскими инвесторами о строительстве завода по переработке сои.